Помимо обычных первоклашек, за парты 1 сентября сели и кадеты. Почти 300 курсантов надели форму и пожертвовали свободными вечерами ради обучения военному делу и дисциплине. Вот это должно быть ровно вот так вот потянуто, чтобы было хорошо натянуто. Вот этими краешками должно быть в ногах. А вот это должно быть вот тут ровно. Удобно все хорошо спать. А кто-то проверяет? Да, проверяют. А если вдруг плохо заправлено, то что? То берут, заново подходят и проверяют. Говорят, чтобы мы бы застилали правильно и ровно, чтобы все было. Ну штрафов никаких нет? Не заставляют отжиматься, бегать? Ну бывает, но может и будут штрафы. Вы еще не в пульсе? Ну так все. Впервые кадетский корпус набрал девятиклассников. Несмотря на совсем юный возраст, ребята полностью готовы к почти армейским будням. Кадетский корпус отличается от военного лицея штатом. То есть военный лицей, можно сказать, это больше зально-освитно-начальный заклад, в котором дети обучаются по военно-техническому направлению. Значит, в кадетском корпусе увеличен штат офицеров, увеличен штат служащих и акцентируется большее внимание на обучении детей в условиях военной подготовки. То есть уже уйдет у них здесь разделение народ и взвода. Если в военных лицеях идет разделение на классы. Чувствуешь себя уже начинающим кадетом. Для меня это прежде всего честь. 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 Значит, огневая подготовка, 55 часов. Затем, значит, преподается также инженерная подготовка и основы связи. После выпуска, согласно программе, они должны выполнять функции командира отделения механизированных войск. Командир отделения механизированных войск. Программа очень сходится, похоже, вернее, на программу подготовки к циркозапасу. Нас здесь не учат, ну, отучили от вредных привычек, запрещено здесь, ну, занимаемся часто спортом, маршируем, там, учим строевые приемы. Проходили после первого курса, курс молодого бойца называется, рыли окопы, была тактическая игра, стреляли с боевого оружия. Среди новобранцев есть и те, кто приехал в Харьковский кадетский корпус на временное обучение. Я там отучился, первый курс, и с обстановкой перевелся в этот лицей в Харькове. У каждого свое разное настроение. Вот мой настрой такой, что здесь отучусь, потом высшее образование получу, а там уже будет видно. Я еще так не решил, но, наверное, буду поступать в авиацию, в военную авиацию. Ты готов воевать? Ну, скажут, прикажут пойду. Ради чего? Ради родины. Уже в следующем году в планах у руководства кадетского корпуса расширить возраст новобранцев. Планируется набирать пятиклассников. А еще чуть позже, возможно, появится корпус для девочек. Ольга Калиниченко, Денис Вишневский, 057UA.